МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экономика, финансовая система, система образования. Но изменилось ли наше мышление, психология? Сегодня мы активно интегрируемся в мировое информационное пространство, но готовы ли мы конкурировать в этом мире? Обо всех этих важных вещах для будущего нашего общества мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Позвольте мне их представить. Садыков Ерлан Баташевич, ректор Евразийского национального университета имени Льва Гумилева, профессор, академик Национальной академии наук. Юлия Владимировна Кучинская, директор Центра политического анализа и стратегических исследований партии НОРАТАН, кандидат социологических наук. Здравствуйте. В этом году, как вы знаете, президент выступил с необходимостью модернизации нашей экономики, общества в целом. И сразу следом за посланием вышла статья опубликованная, которая очень вызвала такое бурное кипение, скажем так, среди активных казахстанцев о необходимости модернизации общественного сознания. И вот сегодня мы много об этом говорим. Но для чего нам нужна эта модернизация? Нужна ли и для чего? Ерлан Баташевич. Самое сложное – это построить новые государства. Ерлан Садыков, ректор Евразийского национального университета имени Гумилева, советский и казахстанский историк, доктор исторических наук, профессор, академик Международной академии науки педагогического образования, Казахской академии образования имени Алтынцарина, Казахстанской национальной академии естественных наук, автор более сотни научных и научно-методических статей, учебных пособий и монографий. И мудрость нашего президента, он начал с экономической модернизации нового государства, то есть с начала экономика. Тем более нам необходимо было менять уклад. Ну, простым языком, если сказать, от социализма надо было перейти к капитализму. Это огромнейшая работа. Глобальная работа была проведена. И это было за короткое время проведено у нас. Вторая задача – политическая модернизация. Политической реформы надо было провести. Это президентское правление, создавать парламент, судебную систему, Конституционный совет и так далее, и так далее. И это у нас уже есть. И третья составляющая нового государства, успешного государства – это духовная модернизация. Я бы сказал, это главное. Когда гражданин осознает, что он гордится, что он гражданин полноценный этого государства, тогда устои у этого государства сильные. Есть будущее, да. Да, на что есть будущее. Юлия Владимировна, возвращаясь к программе «Ельбасы», вот что бы вы выделили все-таки в хедлайн? Какие-то есть, может быть, более приоритетные темы в этой программе? Я думаю, что в целом, если размышлять по этому поводу… Юлия Кучинская, директор Центра политического анализа и стратегических исследований партии «Нуратан». Кандидат социологических наук. Ответственный редактор журнала «Алюмиттану социологи». Автор кандидатской диссертации «Изменение образа жизни столичного жителя» на примере Астаны. Награждена нагрудным знаком Министерства образования и науки Республики Казахстан за заслуги в развитии науки в Республике Казахстан. Достаточно сложно выделить что-то одно, потому что начинаешь думать, что вот, наверное, очень важно быть конкурентоспособным. А потом задаешься вопросом, хорошо, а что для этого надо? А надо быть прагматичным, надо иметь открытое сознание, надо быть образованным, надо стремиться к познанию нового. И получается, что одно выстекает из другого. То есть можно быть прагматичным, но при этом не знать, быть прагматичным не там, где необходимо. И при этом своим прагматичным отношением к жизни, наоборот, наносить вред. И тогда получается тоже уже недостаточно знаний, недостаточно опыта для того, чтобы отсеивать что-то ненужное, брать важное, необходимое, и умело применять это в своей жизни. Поэтому я думаю, что все-таки в своей статье, программной статье глава государства, очень умело выделил те самые важные качества, которые необходимо сегодня развивать. Ну, вы знаете, меня вдохновило, вот, когда я прочитала, это тоже статья очень сильно, в этой статье тема сохранения собственной культуры. Вот то, что президент говорил об уникальном национальном коде, если вы позвольте, я немного процитирую. Вот президент предложил увязать в национальном сознании воедино комплекс памятников вокруг Улутау, мавзолея Ходжахмеда Иосаи, древние памятники Тараза. Ну, Южный Казахстан, вы знаете, у нас очень богат, да, на сохранившиеся какие-то исторические свидетельства нашего прекрасного прошлого. И, может быть, стоило нам разработать для начала, просто вот популяризовать эту тему, да, разработать какой-то маршрут, вроде вот, как в России есть «Золотое кольцо» маршрут, да, по этим старым, старейшим городам России, где сохранились памятники архитектуры, археологии. Вот вы, как один из авторов, участников комиссии по разработке этой программы, что могли бы сказать вот по этой теме? Ну, в статье обозначены шесть направлений, они все актуальны, все необходимы. Как вы сказали, вот «туган-жир», она должна переходить со временем «туган-ель» понятия. Не познав историю, традиции и лучших людей своего края, малой родины, своей деревни, аула, нельзя любить в целом все государство, свою большую родину. Поэтому на это направлено данный посыл, в этом направлении работа ведется. На базе нашего университета уже несколько месяцев работает проект «Офис», где привлечены к работе, разработке вот этих программ известные специалисты, ученые, государства, служащие политики и представители министерств. Они уже разработали много программ, через учебники, через другие механизмы, все это делается. То есть процесс уже начался, да? Уже процесс идет, уже делается. Теперь правительство должно рассмотреть все эти программы, должно отобрать комиссию и должно определиться с финансированием. Илья Владимировна, а вот вы, являясь исследователем общественных процессов, социальных, наверняка изучаете также вот такие же модели, скажем, может быть, где-то зарубежные, да? Что бы вы могли вот в качестве бенчмаркинга привести в пример? Может быть, есть какие-то удачные модели, кому мы могли бы следовать? И в своей статье глава государства отсылает к опыту и Японии, и Южной Кореи, и Китая, которые смогли модернизировать сознание Сингапура в первую очередь, да? И глава государства, и в своей книге «Казахстанский путь» очень много говорит про опыт Сингапура, именно достаточно такой быстрый в том, что они смогли достаточно быстро преодолеть вот этот путь модернизации именно сознания. И опять-таки именно Сингапур делал упор на образование. То есть образование стояло во главе всего. Образование для всех, образование высшее, повышение знаний, открытое сознание, изучение языков, избавление от стереотипов, от тех, скажем так, неценностей, а тех привычек, которые мешают жить, да? Мешают развиваться. Мешают развиваться, тормозят процессы. То есть делая упор на эти моменты, Сингапур смог выйти в число лидеров. И я думаю, что, конечно, для нас это важный пример, важный показатель. Есть еще очень много стран. Финляндия тоже, да, то есть достаточно за короткое время, в принципе, смогла трансформироваться, модернизироваться, измениться. Я думаю, что, конечно, примеров для нас много, но здесь всегда хочется вспомнить и слова президента о том, что, да, и он всегда следует этому принципу. Я думаю, мы все должны этому следовать. Изучить все и взять самое полезное, но при этом учитывать еще и свои особенности. Да, не копируя слепо, да, чей-то. Все это получится только тогда, если мы по-настоящему будем любить свою родину. А для того, чтобы любить родину, надо знать сокровищницу. Да, я с вами согласна. Чем мы гордимся, каким богатством мы владеем. На чем мы могли бы, что взять в основу, скажем так, фундамента, да, на чем мы могли бы построить нашу модернизацию? Код нации. Код нации, этнический код. То есть это тоже, конечно, меня вот в статье главы государства, конечно, меня это впечатлило больше всего. Потому что, ну, я думаю, что если у человека нет стержня, нет фундамента, достаточно сложно из него выстроить что-то устойчивое, да. Потому что очень обидно, когда приезжаешь за границу, и где-то твои же казахстанские, ну, сограждане, и пытаются о своей же стране сказать что-то нелицеприятное, потому что как же так? На самом деле надо понимать уникальность нашей истории, надо понимать уникальность того исторического пути, которого прошли народы, проживающие в Казахстане, и сумели сохранить все-таки единство, мир. Это все надо ценить и этим дорожить, и об этом везде громко говорить. Ну и вообще вот мне еще нравится в этой программе то, что вот мы говорим о важности выставления приоритетов. В каком смысле? То есть мы не выставляем вперед, как сейчас, как это было по необходимости, может быть, на первом этапе независимости. Мы не говорим о том, что первичная экономика, какие-то природные ресурсы, наши там богатства, финансовая система. Мы говорим о том, что на первый план все-таки выходит человеческая личность, достоинство, отношение вот именно к человеку, как к профессионалу, как к представителю профессиональной своей какой-то цеха. То есть человек уже должен из себя представлять какую-то личность. Недостаточно быть просто сегодня хорошим профессионалом, человек должен быть очень разносторонний, развит. Ключевое – это человеческий капитал, человеческий ресурс. Человеческий капитал, да. В этом плане недостаточно только пичкать или вооружить только знаниями или профессией. Его надо подготовить всесторонне развитого человека. Абай говорил, Толлахадам Туралы, Шакарым говорил. Об этом все время. Полноценный человек, всесторонне развитый человек, гармоничный человек. Только тогда мы будем конкурентоспособными. Когда конкретный человек будет конкурентоспособным, целый народ может стать конкурентоспособным. Ирлан Бэтажевич, ваш университет готовит тысячи специалистов ежегодно, выпускает прекрасных выпускников, прекрасные ребята молодые, в общем-то, с горящими глазами, с хорошими, прекрасными идеями. Вот именно программу трансформации, вы как член комиссии, вы наверняка внедряете у себя в университете. Как вот вы это делаете? Прежде всего направлено на подрастающее поколение. Они большинство сейчас находятся за партами в школах и в студенческих аудиториях. Вот на них направлены. И для реализации вот этих шести направлений основной рычаг лежит и находится в Министерстве образования. Через систему образования мы должны добиться поставленных задач. Я две вещи наблюдаю. Это каждым годом желающие поступить и получить образование в наш университет, среди них очень много талантливых молодежи, свободно владеющих тремя языками. Целенаправленные ребята. И еще второе. Огромное желание родителей как бы то ни было обучить, дать знания, дать образование своим детям. Вот это, по-моему, мне кажется, даже особенность нашего народа. Им надо воспользоваться. Это еще важно в наших подрастающих и в детях, и в студентах, наверное, воспитывать качества, знаете, лидерские, наверное, все-таки. Потому что вот наша прошлая система, она все-таки учила больше к тому, чтобы быть скромным, не выражать свое мнение, да, как мы все были воспитаны в этой советской системе. То есть яркие личности, они не нужны были системе. Сейчас, мне кажется, мир поменялся. Наоборот, как раз, как вы сказали, драйверами общества становятся вот такие вот яркие люди. И не случайно же в этой программе есть одно из подразделов, да, вот 100 новых лиц эпохи, да, как мы говорим. И вот то есть мы сейчас акцент все-таки ведем на то, чтобы в детях, в подрастающем поколении развивают лидерские качества, да, какие-то вот инициативные, чтобы они были креативными. Лидерские качества, инициатива, идея, чтобы была, потому что сегодня идея. Они сейчас более свободны, информационной границы нет, поэтому вполне это закономерно, появление больше лидеров, лидерскими качествами. Информация больше не закрыта для них, наверное, в этом тоже есть причина, да, определенная. То есть это дети рождаются уже с определенным набором информации, с определенным инструментарием, который позволяет им, да, очень быстро развиваться. Я вот просто сужу это по своим детям, по подросткам, которые очень-очень быстро информацию хватают, переваривают ее, они ее анализируют. И вот мне кажется, еще важен такой момент, чтобы немного способствовать тому, чтобы развивать в них критическое мышление, чтобы не воспринимать все извне слишком буквально, да. Как губки, чтобы не впитывали, а чтобы все-таки пропускали через себя, через свой багаж и могли оставить только ценное, и использовать только ценное и важное. Потому что, конечно, с одной стороны, большой поток информации – это хорошо, с другой стороны, наверное, система образования сегодня ориентирована на то, чтобы учить детей отбирать те знания и рефлексировать на те знания, которые они получают, на ту информацию, которую они получают. Потому что раньше тоже в школах, ну и когда мы учились, если у тебя есть мнение отличное от мнения педагога, ну ты двоечник сразу, и ты неправильно вообще мыслишь и рассуждаешь. Сейчас, к счастью, не так, да. Может быть, для того, чтобы мы задумались, поговорили об этом, побурлили, пришли к какому-то общему мнению, пониманию, потому что все-таки, наверное, мы сильны, когда мы едины. И вот мне хотелось бы спросить сегодня наших телезрителей, что они думают, что нас объединяет. Ну, во-первых, я бы уже сказал, что за 25 лет зависимости мы, в принципе, уже достаточно, самодостаточное государство, а еще сильнее, мне кажется, надо сделать только сплоченность. Мы должны не забывать, не забывать наши традиции без традиций и обычаев. Ни один народ без культуры, если мы будем забывать, то ни один народ не выживал и не выжил. Поэтому мы должны помнить, мы должны ценить, мы должны дорожить своими достижениями, своими традициями, своими обычаями, поддерживать свою культуру. Ну, нужно развивать связи международные, нужно побольше отправлять молодых людей за границу, чтобы они обучались новым, не знаю, технологиям, новым методикам, чтобы они возвращались и приносили пользу нашим государствам. Я думаю, чтобы все казахи не делились на всякие эти кланы, роды. И кем бы мы ни были, всегда должны быть едины, дружны. Заставка сильная страна. Один из примеров, то, что вот сейчас экспо проходит, мы вот приехали целенаправленно на этом мероприятии со Салматы. Были три дня на этом, мы видели результат. Поэтому, кучей на вопрос, надо также продолжать просто в том же духе, в том направлении, которое мы сейчас выбрали, и ценить то, что есть. Это должно быть, наверное, дружелюбие, а также, наверное, мир, чтобы не было войны, и чтобы мы все друг друга, несмотря на нацию, уважали и ценили. Надо коррупцию восстановить, во-первых. Во-вторых, работать всем, вложить свой силовой капитал, чтобы Казахстан дальше развивался. Мы и так-то единый народ. Юлия Владимировна, вот Центр политического анализа и стратегических исследований, которого вы возглавляете, он также изучает и общественные процессы в Казахстане. Чем вы могли бы поделиться сегодня? О чем думают казахстанцы, чем они живут сегодня? Я думаю, что это основное направление исследований, которым мы занимаемся. Проводятся исследования по измерению ценностей, ценностных ориентаций граждан. Проходят исследования по изучению настроений граждан, то, как они оценивают изменения в нашей стране, и как они вообще в целом относятся, и готовы ли они к этим изменениям. Я вам хочу сказать, что все-таки и социология наша показывает, что запрос на изменения, он присутствует. Запрос, ожидания, и даже опросы, скажем так, конца 2016 года, они показывали, что в обществе, особенно в экспертной среде, есть вот это ожидание, что нужна идея, нужен новый толчок, нам надо дальше двигаться. И, конечно, когда президент выступил и с конституционной реформой, дальше это экономическая модернизация, общественное сознание, модернизация общественного сознания. То есть это, наверное, был такой глоток воздуха для специалистов в каждой из этих сфер. И относительно модернизации общественного сознания, то есть присутствует, опять-таки, наше исследование показывает, да, безусловно, у граждан на первом месте стоят семья, здоровье, работа и так далее. Но те важные качества, как самореализация, карьера, они находятся где-то внизу шкалы, скажем так, потребностей. И я думаю, что вот, а нам необходимо именно эти качества развивать, необходимо востребованность, ценность этих позиций развивать. И я думаю, что статья, конечно, главы государства, она очень своевременная, и она очень сильно отвечает вот этим потребностям в обществе. В целом, конечно, после того, как была озвучена статья, после того, как она была опубликована, мы тоже проводили социологические замеры, и надо сказать, что большую поддержку она вызвала. И среди абсолютно всех слоев населения, среди абсолютно разных групп населения. Более того, у нас было предположение, что люди более старшего поколения будут с опасением к этому относиться, будут в меньшей степени поддерживать. Оказалось, что, например, возраст абсолютно не влияет на отношение к статье. То есть все категории граждан абсолютно разных возрастов одинаково поддерживают и говорят о том, что да, это необходимо, они ощущают. Социалистам, вот я обратила внимание, в социальных сетях очень активно приняли вот, по крайней мере, вот эти предложения по переносу языка на латиницу, по переводу вот учебников, опять же, самых ведущих, там, лучших учебников, да, на казахский язык. Очень большой отклик. И прям бурно все бурлят. Конечно, мнения очень разные, это прекрасно. Мне кажется, этим... Это правильно. Да, это и хорошо, потому что, ну, как говорится, в споре рождается истина. Конечно. Я думаю, что в результате вот этих многих-многих обсуждений, в том числе наших с вами обсуждений, родятся какие-то новые идеи, которые, может быть, приведут, да, к трансформации. Надо сказать, что еще вот череда этих, да, выступлений, статей, инициатив главы государства, она еще очень сильно повысила политическую активность граждан. То есть они стали больше интересоваться политикой, они стали больше участвовать в политических решениях. Я думаю, это важно, потому что необходимо... То есть, опять-таки, с точки зрения модернизации сознания, нам необходимо повышать гражданскую активность. А вот подобные инициативы, когда они всеми поддерживаются, и когда присутствует инструмент участия в обсуждении тех или иных проектов всех граждан, да, то есть это, конечно, повышает гражданскую активность. И дальше, я думаю, это должно уже отразиться и на решении проблем своего двора, своего дома и так далее. То есть уже выходить на другие уровни, в других сферах, скажем так, эта гражданская активность, она должна будет повышаться. Ну, это уже, в общем-то, первый шаг, да, этой программы в действии. Люди начали говорить и обсуждать. Статья главы государства, это очень своевременная. Статья, своевременная программа. И ощущение было у населения такое, как будто эту статью ждали. Да. И отсюда результат, подхватили. И сейчас даже создаются неформальные группы, объединения по реализации тех или иных программ. Вот взяли из-за этого, там на места. Каждый предлагает свои маленькие и большие проекты, да, уже на основе этих статей. Юлия Владимировна, Ирлан Баташевич, спасибо вам огромное за такую интересную беседу. Я думаю, что о других темах, которые мы сегодня не успели затронуть, мы поговорим в наших последующих передачах. А я хотела бы завершить нашу программу словами великого Абая. Ты словно кирпичик в здании мира. Найди свою нишу и там закрепись. Многие из вас наверняка нашли уже свою нишу в жизни. А нашей стране предстоит еще найти свое место в этом глобальном мире. Давайте искать этот путь вместе. До свидания.